Доброе утро! Мы рады приветствовать вас на нашем телеканале. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать все самое важное в жизни региона к этому часу. В студии Максим Самойлов. Как снизить детскую смертность на дорогах и кто готов обеспечить безопасность движения в регионе? Эти вопросы обсудят сегодня на заседании комиссии правительства Оренбургской области. Совещание пройдет под председательством губернатора Юрия Берга. По данным статистики, в авариях страдают дети-пассажиры. Именно поэтому на заседании будут обсуждаться вопросы безопасности школьного транспорта, а также тех организаций, которые осуществляют перевозку несовершеннолетних детей в массовом порядке. Напомним, только за 12 месяцев прошлого года на дорогах области произошло 2213 аварий. 272 человека погибли и почти 3000 получили различные травмы. Среди них были и дети. Из-за неосторожности взрослой жизни семьи малышей уже не вернуть. Еще 278 детей оказались в больнице. А накануне глава региона Юрий Берг работал в столице Удмуртской республики. В Ижевске прошло заседание Совета Приволжского федерального округа. На повестке дня обсуждались вопросы поддержки молодых специалистов и способы их кадрового продвижения в регионах. Пал предпрезидентов ПФО Игорь Комаров подчеркнул, работа с одаренными детьми и молодежью – одна из ключевых задач майского указа президента Владимира Путина. Губернатор Юрий Берг в своем докладе отметил, что в нашем регионе только на поддержку молодежной науки ежегодно направляется 16 миллионов рублей. Еще одно совещание состоялось под председательством секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Основная тема – дополнительные меры обеспечения безопасности дорожного движения, а также вопросы расширения ассортимента выпускаемой продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Сегодня в Оренбурге стартует вторая областная конференция «ЖКХ Оренбуржья. Задача решения перспективы». Ее программа рассчитана до 15 марта. Одним из основных событий первого дня – круглый стол по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В совещании примут участие главы администрации муниципальных образований. Участники совещания обсудят ход реализации программы благоустройства и соблюдения сроков выполнения работ на объектах. Главными задачами программы являются создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных граждан, организации в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных образований Оренбургской области. На мероприятии работает наша съемочная группа. Все подробности встречи смотрите в ближайших выпусках новостей дня. Один из таких объектов, который получил вторую жизнь в рамках федеральной программы, уже вызвал много вопросов не только у местной власти, но и у специалистов. После реконструкции спуск Уралу не оправдал ожидания местных жителей. Теперь администрация через суд будет добиваться устранения нарушений на набережной. Белоснежная штукатурка начала разрушаться, а железные конструкции покрылись ржавчиной. Главный символ Оренбуржья стал одним из самых дорогостоящих проектов в регионе. На реконструкцию набережной было выделено около 100 миллионов рублей, на чем сэкономил подрядчик и кто ответит за испорченное лицо областного центра. Моя коллега Анастасия Синченкова выехала на место. Все подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Пжелтевшие ступени и разрушенные конструкции – так теперь выглядит одно из главных достопримечательностей областного центра. Строители должны были воссоздать облик набережной 50-х годов, но теперь внешний вид этого объекта вызывает только вопросы. Излюбленное место всех горожан. Сюда в первую очередь приезжают и туристы. Все недостатки реконструкции налицо, а грехи строителей очевидны даже не для специалистов. Я в свое время был инициатором вместе с Гаранкиным строительством. Это набережная, это действительно единственная карточка города. Но то, что подрядчик там сделал, но здесь тоже никакого одобрения в этой части не может быть. Я считаю, что все то, что там допущен весь брат, это должен все исправить. Вместо гранитных ступеней уникальный состав, так говорили сами строители – цемент и мраморная крошка. Такой должен был быть на века, однако не выдержал и года. Ржавчина из арматуры проступила на белоснежном спуске. Специалисты говорят, это произошло в том числе и из-за отхождений от первоначального плана. Одна из конструкций, то есть она даже вот просто рукой берешь, и получается, что не соблюдена технология, крепость бетона не была своевременно набрана. И вот даже чувствуется, что влагу набрало. 2017 год. Работы на набережной только начинаются. Каждый день на объекте трудятся от 50 до 100 рабочих. Реконструкция ведется в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Из бюджетов разных уровней выделено больше 100 миллионов рублей. Это один из самых дорогостоящих объектов региона. Директор компании подрядчиков пока еще с гордостью рассказывает о том, как продвигается стройка. Ну а так, вы видите, все идет, материала хватает. Благодаря тому, что энтузиазму тех людей, которые здесь находятся, вы видите, в пыли и в холоде, и в грязи, но исполняем ту программу, которая нам была намечена. Получить комментарий у руководителя ООО «Скип» теперь не удается. На телефоны и звонки отвечает только секретарь. Ну вы знаете, у нас сейчас руководства на месте нет, а мы комментарии не даем. В администрации Оренбурга пошли на крайние меры. Обратились с иском в суд. Уже в принудительном порядке требуют устранения всех нарушений. По словам главы города, компания обещает приступить к работам, не дожидаясь вердикта суда. Набережную довести до нормального вида, чтобы и спускаться было комфортно, и не скользко, потому что, к сожалению, спуск в зимний период представлял из себя порой ледовую дорожку, люди жаловались на это. Прокурорская проверка показала, вместо заявленных в накладных дорогостоящих материалов строители использовали дешевые и некачественные аналоги. Таким образом, подрядчик сэкономил порядка 20 миллионов рублей. Исправлять выявленные недочеты ООО «Скип» скорее всего будет за собственный счет. В ближайшее время проработают техническое решение, и уже тогда набережную закроют на очередную реконструкцию. Анастасия Синченкова, Георгий Бурлуткий. Новости дня. Сегодня истекает срок выплаты заработной платы работникам армии «ЭТАЮМС». В профсоюзе промышленников заявляют об очередном сокращении. В мае без работы могут остаться еще 42 человека. Уведомления об этом уже вручены. В первых числах марта на встрече с членами профсоюза руководство предприятия заверило, что в течение недели рассчитается по долгам. В первую очередь речь шла о зарплате. Сейчас на заводе числятся более 3000 сотрудников. Только 800 из них работают. Остальные вынуждены в отпуске. Долги перед сотрудниками на сегодняшний день составляют более 70 миллионов рублей. Как нам стало известно, заводчане готовятся к очередному митингу. Ситуация на сегодняшний день серьезная. Тревога за то, что будет вообще завод работать, не будет ли. Профсоюзный комитет принял решение о том, что подготовится уже и о проведении митинга. Подготовили уведомления, подготовили требования. Напомним, завод перестал работать в полную мощь 12 сентября прошлого года. Отопление и электроэнергия после отключения восстановлены частично. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Ну а сейчас реклама на нашем телеканале. Она будет короткой. Не переключайтесь. Вы смотрите телеканал ОРТ. Новости дня мы продолжаем. Жизнь в кредит. Долги оренбургцев перед банками растут. По оценкам специалистов, основная причина – это снижение процентных ставок. Только за первый месяц этого года жители региона взяли более 10 миллиардов рублей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным регионального отделения Банка России, значительно выросли суммы ипотечного кредитования – более 2 миллиардов только в январе. Если говорить о кредитном портфеле физических лиц, то в целом он увеличился на 20% и на 1 февраля составляет почти 194 миллиарда рублей. Отметим, что с начала года снизились процентные ставки по кредитам физическим лицам почти на 0,5%. Центральный районный суд вынес приговор 10 экстремистам. В общей сложности они получили 26 лет тюрьмы. Просмотрение уголовного дела длилось более полугода. Все это время участники запрещенной в России группировки «Таблиги Джамаат» находились под домашним арестом. Как отнеслись к приговору осужденные, почему их родственники считают суд несправедливым? Анна Немых пообщалась с участниками процесса. В зале суда многолюдно. 10 участников процесса и еще столько же приставов, готовых на месте взять обвиняемых под стражу. Члены группировки внимательно слушают вердикт судьи, с трудом понимая, что уже сегодня им придется лишиться свободы. Главарь группировки Александр Шудобаев – бывший заключенный. Он был судим за незаконный оборот наркотиков и создание аналогичной экстремистской ячейки. Согласно материалу уголовного дела, освободившись в 2015-м, решил вновь возглавить запрещенное в России объединение «Таблиги Джамаат» или «Пропаганда веры». Прокуратура настаивает именно в этом помещении. Как правило, ночью они собирались маленькими группами, где проводили собрания и изучали экстремистскую литературу. Изъятые книги содержат призывы к насилию и всемирному халифату. Такое заключение дали специалисты. Адепты регулярно вербовали новых сторонников. 10 экстремистов задержали в августе прошлого года. Александру Шудобаеву выносят самое строгое наказание. Призначить, что Добаева Александра Хардобаевича виновна в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 прим. 2 Укараев, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Рядовые члены экстремистской группировки получают от 2 до 2,5 лет тюрьмы. Однако с приговором согласны не все. Мы никакого преступления не совершали. Так-то преступления нет. Дожди пока. Вину участников группировки не признают и родные. Впервые с момента начала рассмотрения уголовного дела они решаются высказать свое мнение. Вообще не обосновали, какое их преступление было, какие противодеяния. И второе то, что их подвели к какому-то джамаат. Они людей столько спасли, помогли людям. Под спасением родные понимают вовлечение в радикальную группировку. Воззрение таблиги джамаат могут быть опасны не только для общества, но и для безопасности государства. Именно поэтому секта запрещена в ряде стран, в их числе и Россия. Несмотря на все возмущения, участники экстремистской организации обжаловать свой приговор не намерены. Анонимых Семен Воробьев, Новости дня. ЧП в небе. В рейс Оренбург-Москва задержан из одного из пассажиров. Иностранец устроил дебош на воздушном судне. Усмирить нарушителей смогли лишь сотрудники полиции. По факту инцидента, Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело. 37-летний мужчина после посадки на самолет стал вести себя неадекватно. Он выражался нецензурной бранью, на замещании бортпроводников не реагировал. По словам других пассажиров, дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Командир воздушного судна отменил взлет и вызвал правоохранителей. Но на этом нарушитель не остановился. Он оказал сопротивление при задержании, при этом осыпал полицейских оскорблениями. Отсюда я, блядь! Давай мои деньги! Пошлите. Нет, не пошли, давай мои деньги я выйду. Нарушитель был доставлен в отдел полиции. Как удалось установить, правонарушитель является гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Инцидент прокомментировали в МВД России. Гражданин направлен в медицинское учреждение для свидетельствования, по результатам которого будет принято решение о привлечении его к административной ответственности. Материалы о возбуждении уголовного дела по статье «Оскорбление представителя власти» будут переданы в следственные органы. Сегодня в Оренбуржье в год театра стартует уникальный проект «Живые театральные уроки». В течение 2019 года профессиональные театры области покажут спектакли детям школьного возраста во всех муниципальных образованиях региона. Первый необычный урок уже сегодня пройдет в Квандыке. Областной театр «Кукол» представит спектакль «Мертвые души». А уже завтра эту постановку увидят школьники Медногорская. Также на живых театральных уроках пройдут встречи с режиссерами и актерами. Состоится обсуждение просмотренных спектаклей. По итогам похода в театр школьникам предложат написать творческие работы, поделиться своими впечатлениями на внеклассных литературных мероприятиях. Организаторами проекта выступают Региональное министерство культуры и внешних связей и Министерство образования Оренбургской области. И в заключении выпуска к новостям из мира спорта. Матч «Краснодар-Оренбург» завершил 19-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Отличная игра принесла соперникам боевую ничью. Подробности расскажет наш обозреватель Анатолий Юденич. Южане, ведущие чемпионскую гонку, дома никак не могли допустить потерю драгоценных очков, которые и оренбуржцам крайне нужны. На краснодарском красавца стадионе столкнулись две игровые модели, итогом чего стали четыре красивейших гола и драматичная развязка. Самая атакующая команда страны со стартового свистка отправила штурмовать гостевые ворота. В дебюте матча хозяева создали ряд опаснейших моментов, и на десятой минуте в полуборьбы Терехов в углу штрафной наступил на ногу Перейри. Нарушение, и судья без раздумий указал на точку, после чего настало время нашего голкипера Евгения Фролова. Он не только отразил удар Ари, но и в доли секунды повторно спас ворота от добивания. Штурм краснодарцев продолжался, наша оборона на пределе сил, но справлялась, а на 41-й минуте Оренбург открыл счет. Точку в образцовой контратаке поставил Алексей Сутармин, пробив притирку со штангой. После перерыва хозяева еще злее полезли на наши ворота. Фролов трудился, не покладая рук, но в середине второго тайма вынужден был капитулировать перед парашютом от Ари, самую девятку. Вскоре еще один удар головой в английском стиле удался Скопинцеву, и хозяева повели в счете. Несколько раз цифры на табло могли измениться в ту или иную сторону. И на 89-й минуте после удара Терехова траекторию полета мяча изменил наш защитник Айволе, пяткой переправив снаряд в сетку 2-2. В Оренбургском матче первого круга гости спасли ничью на 88-й минуте. Сейчас наши ответили симметрично, вытащив тяжелейший матч. Оренбург остался единственным клубом, который краснодарцы в премьер-лиге не смогли победить ни разу. У нас были при счете 1-0 достаточно острых ситуаций, которые нас создавали. Но соперник проигрывал, естественно, открывался. Мы на это рассчитывали, понимали, где будут эти зоны, этими зонами воспользовались. Но, тем не менее, не смогли забить. И чего опасались, этих открываний за спиной вори, в принципе, пропустили этот гол. И потом соперник наш нас, в принципе, дожал. Не сложили, как говорится, руки, пошли вперед и смогли счет отыграть. В субботу в 20-м туре Оренбург будет принимать столичное «Динамо». У обоих соперников под 23 очка. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский, Новости дня. Пока это все. О событиях в развитии мои коллеги расскажут в дневных выпусках новостей. Оставайтесь с нами. Я же с вами прощаюсь. И помните, что среда – это всегда маленькая пятница. До выходных осталось совсем немного. Наберитесь терпения. Удачного вам дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова